Микс Ньюс И сюжет был посвящен, казалось бы, безобидному совершенно событию, предстоящей конференции международной юристов, профессионалов. В Санкт-Петербурге она будет происходить. И я так понимаю, что представителем адвокатского сообщества как раз наш сегодняшний гость собирался быть. И вот по этому поводу был сюжет. Основной литмотив – это как же так, куда господин Скачков едет и кто его уполномочил, как он себе позволил вообще ехать в Россию на эту конференцию, на которой может аж премьер-министр России Дмитрий Анатольевич Медведев, тоже, кстати, юрист, выступать. Вот я знаю, что этот вопрос затрагивался, да, и, по-моему, на Совете присяжих адвокатов. Вот, может быть, с этого мы и начнем. Ну, пришлось затронуть. Начну с того, что это был, пожалуй, первый и, наверное, единственный случай, когда я посмотрел программу НК Персонига от корки до корки. Это было полезно, это было поучительно, местами даже забавно. Особенно мне понравился бородатый мальчик в роли эксперта по внешней политике господин Марис Цепу Ритис. Я посмотрел потом его CV. Ну, пришел к выводу, что это такая новая американоидная реинкарация советских функционеров, комсомольцев, которые, в общем, всегда выражают правильную генеральную линию и правильную точку зрения. Вот, в целом и в общем... Что? Общее, я извиняюсь, перебиваю. Ну, суть была его точки зрения, что ехать ни в коем случае нельзя. Суть точки зрения была в следующем. Россия никогда ничего просто так не делает, поэтому ай-яй-яй, смотрите. Ну, какого-то другого содержания я там просто не усмотрел. И это, наверное, было не самое интересное, хотя, пожалуй, один из самых забавных моментов. Что хотелось бы сказать? Ну, во-первых, во-первых, в общем и целом, эта передача, она выражала точку зрения журналистов. Точка зрения, на мой взгляд, тенденциозная, достаточно злобная, достаточно ограниченная, рассчитанная на зомбирование людей, в основном недалеких. Но Конституция гарантирует журналистам право и на такую точку зрения. Тем более, что, спасибо им, они сделали очень хорошую, очень большую, очень подробную рекламу форуму в Санкт-Петербурге. Да. А что это за форум, несколько слов? Форум сугубо профессиональный. Он, в принципе, глобального масштаба. В нем участвуют представители 80 государств, в том числе судейского сообщества разных государств. В 80. Да. В том числе представители государств Европейского Союза. В этом форуме достаточно регулярностью принимают участие министры юстиции стран Европейского Союза. Я не считаю, что Латвия должна в чем-то отставать от других государств, в том числе государств союзных. Я не считаю, что Латвия должна изолироваться, что профессиональное сообщество, адвокаты должны ориентироваться на какую-то абстрактную политику. Если закон нам не запрещает поддерживать профессиональные контакты, а он не запрещает, более того, вменяет нам в обязанность оказывать людям эффективную юридическую помощь, то мы можем такие контакты поддерживать. Я, конечно, не знаю, как на эту проблему посмотрят коллеги в совете в дальнейшем. Надеюсь, что точка зрения не изменится и надеюсь, что коллеги не испугаются попыток оказать на адвокатуру давление. Я эту программу именно так и расцениваю. То есть, в принципе, это было давление всем, чтобы неповадно было, да? Так я понимаю. Я считаю, что да. С сожалению, должен признать, что вряд ли тут инициатива исходила от журналистов. Информация о форуме в Петербурге не была публично доступна. Информация о решении Совета по этому вопросу, Совета присяжных адвокатов, тоже не была публично доступна. Соответственно, кто-то эту информацию журналистам сообщил, снабдив тенденциозным комментарием. То есть, кто-то из коллег. Да, ну, я, в общем, имею основания даже достаточно определенные выводы сделать по поводу того, чья это работа. Ну, оставлю, в отличие от своих оппонентов, вопросы профессиональной этики и дисциплинарной ответственности пока что за эфиром. Возвращаясь к форуму, там затрагивается несколько очень актуальных вопросов глобального масштаба и национального масштаба. Например, в первый день конференция, касающаяся проблемы конституционной идентичности. То есть, того, насколько государство суверенно в правовом отношении и насколько оно в то же время подчинено воле международных организаций и международного сообщества. Там пролонируется обсудить темы неплатежеспособности, которые были всегда у нас в стране в топе в течение прошлого года, оказали, как вы знаете, значительное влияние на выборы. Постоянно обсуждался именно этот вопрос. Ну и вопросы внутреннего регулирования адвокатской деятельности тоже планируется обсудить. Что в этом таком? Это будет уже конференция в ближайшее время, да? Это будет в мае. Конференция проходит в Петербурге с 14 мая по 19 мая. Я считаю, что было бы неправильно игнорировать приглашение на такое представительное мероприятие, руководствуясь сугубо политическими мотивами. Адвокат не политик, адвокат подчинен только закону. Если мы ничего не нарушаем, а мы ничего не нарушаем, значит, можем действовать. Да, вот все-таки такой вопрос, как бы, ну, может быть, в продолжении или завершая, может быть, эту тему. Ну, вот такое вот неприятие вот этих контактов между профессиональными юристами, это что? Это, не знаю, такое вот продолжение или новое веяние холодной войны? Вам как кажется? Я скажу, эта проблема имеет несколько измерений. Первое, и, на мой взгляд, основное, это, конечно, дремучий провинциализм. Если, несмотря на все сложности в межгосударственных отношениях, на мероприятия, организуемые Российской коллегией адвокатов или мероприятия, в которых она участвует, ездят представители стран Европейского Союза, если в этих конференциях участвуют представители коллегий адвокатов Грузии и Украины, то нет никаких оснований ограничивать себя искусственно от этого мероприятия. Это первое. Второе. На мой взгляд, со стороны коллеги Радзинша и, очевидно, некоторых других коллег, которые остались за кадром, было, в принципе, недопустимо вводить общество в заблуждение по поводу того, какова роль адвоката и суть профессии адвоката. Делать вид, что адвокат – это некий представитель государства, абсолютно неправильно. Адвокат – это прежде всего профессионал, который должен и может поддерживать международные контакты в любой геополитической ситуации. Адвокат независим, подчинен только закону, и пытаться, так сказать, преподнести обществу этот вопрос в другом свете – это недопустимо. А вот министр юстиции сегодня, я так понимаю, присутствовал на заседании совета, а он что-то… На заседании, на общем собрании адвокатов. Сегодня прошло общее собрание адвокатов. Да. Да, министр по этому поводу высказался. Ну, что я могу сказать? Это его личное мнение, на которое он тоже имеет право. Высказал он его достаточно спокойно, не пытаясь на коллегию как-то надавить. Ну, я с ним не согласен. Я думаю, что, например, с учетом того факта, что его однопартиец, министр путей сообщения Талис Лаенкаетис, сотрудничает с Россией в рамках межправительственной комиссии, ну, довольно странно считать допустимым, когда министр продолжает поддерживать в рамках управления своей отраслью, транспортом, контакты с российскими коллегами, почему-то считать, что представитель независимой профессиональной организации не может съездить на конференцию, что это какое-то ужасное пятно на репутации коллеги адвокатов. Я, в принципе, не вижу рациональной составляющей в этой точке зрения. — Может быть, еще к другим темам, которые тоже очень, наверное, важны, именно касающиеся работы судебной власти и адвокатов. Мы знаем, что вот новый министр, упомянутый вам юстицией, господин Борденс, когда он возглавил министерство, это совсем недавно произошло, он несколько принципов обозначил, сказал о том, что надо вообще вводить специализированные суды, которые будут заниматься, ну, финансовые преступлениями, да, то есть, видимо, я не знаю, как дальше это замысливается, потом будут, наверное, суды по мелким хулиганствам, потом еще какие-то специализированные суды. Это одно его заявление. И второе, он, я так понимаю, весьма критически отозвался об организации вообще процессов суда, сказал, что вот там затягивается, там затягивается, там затягивается. Я не знаю, насколько вообще министр юстиции вправе судебной власти указывать, где какое заседание затягивается, да, но нет ли здесь опасений, что вот такое давление, а теперь уже не на адвокатов, а на судей, может как-то вот помешать справедливости правовой? Я скажу так, вот конкретно эти вопросы, на мой взгляд, не могут напрямую повлиять на судопроизводство. Ну, во-первых, господин Борденс еще на той стадии, когда его партия претендовала на власть и писала свою предвыборную программу, высказал в целом неглупые рациональные вещи, например, о необходимости специализированных судов, которые занимаются коммерческими делами. Нечто подобное есть в практике многих государств. Потому что все-таки специфическая тема, да? Конечно. И, возможно, в Латвии давно стоило бы это сделать. Если он хотя бы начнет этим заниматься, то это будет полезно. Кстати говоря, не хочу, чтобы это становилось какой-то рекламой, но, тем не менее, этот вопрос тоже на Петербургской конференции будет обсуждаться. Поэтому, ну, в сущности, в сущности... Да. Что ж такое? Отличный сигнал. Да. Мне понравился. Да. Так что, в сущности, то, что, в общем-то, намечено нами и конкретно мною, что это настолько находится в соответствии с планами Министерства юстиции, что, ну, странно против этого возражать. Это что касается специализированных судов. По поводу затягивания дел. Да, такая проблема действительно существует. Я полагаю, что было бы неправильно ее всецело приписывать деятельности адвокатов. Я думаю, что стоило бы обратить внимание на некоторых судей, которые, мягко говоря, не торопятся рассматривать некоторые дела, подходят к делам очень по-разному. Одни дела они стараются рассмотреть, игнорируя все обоснованные ходатайства сторон как можно скорее, вот почему-то нужно. Другие дела, наоборот, с удовольствием кладут на полку. В моей практике есть одно дело, которое суд первой инстанции начал рассматривать в 2016 году и до сих пор не рассмотрел. Дело, конечно, непростое, но и вроде бы суд все делает формально правильно. Но, как говорил один... Но три года прошло, да. Но три года прошло. Как говорил один юрист, формально правильно по существу издевательство. Так что, если министр сумеет решить эту проблему, ну, или хотя бы начать решать, флаг ему в руки, всецело заслуживает поддержки и одобрения. Вопрос только, получится ли у него. Ну, вообще, в принципе, говорят, что сейчас все-таки в последнее время дела осматриваются быстрее и назначаются быстрее. Ну, может быть, это больше, конечно, не по уголовным, по гражданским делам. Но, действительно, вы согласны, что вот чуть-чуть судебная власть стала работать быстрее? Да, судебная власть стала работать быстрее, и это хорошо. Хорошо. Дальше, следующий блок вопросов, в том числе, это касается политики нового министра. А за счет чего это происходит, и всегда ли это хорошо? С 2012 года, еще при предыдущем руководстве министерства, проводился последовательный курс на ускорение судебных процессов, на эффективизацию судебной системы. К сожалению, зачастую эта скорость становилась самоцелью, это отрицательно влияло на качество. Очень хотелось бы надеяться, что при новой волне вот этой эффективизации судебного процесса подобная практика будет оставлена, и будет обращено внимание, прежде всего, на качество рассмотрения дел, а не на скорость. Скорость нужна, но если быстро и плохо, то это так же, наверное, неприемлемо для граждан, для жителей страны, как и хорошо, но медленно. Есть две крайности, нужно искать золотую середину. На мой взгляд, так. Да, вот говоря об очень важном судебном процессе, может быть, сейчас, конечно, внимание и СМИ, общество, уже не столь пристальное, как это было, может быть, в самом начале рассмотрения этой истории золитоцкой трагедии. Я знаю, что вы адвокат у одного из подозреваемых. Обвиняемых. Да, я подзащищаю одного из них. Да. Тем не менее, я понимаю, что вы не можете быть совершенно беспреспечесны и независимы. Вот сейчас суд, я так понимаю, уже показалось, что на каком-то таком, ну, незавершающем этапе, ну, близко к этому, сейчас дебаты сторон будут, так я понимаю. Да, объявлен перерыв до 11 июня. Ждем. Первыми будут говорить представители государственного обвинения. Можно ли строить какие-то прогнозы по поводу того, когда этот процесс закончится в этом суде? Потому что, я так понимаю, все равно еще есть право обжалования. Объем очень большой, это во-первых. Во-вторых, впереди лето, а потом осень, эпидемии каких-нибудь вирусных инфекций, когда будет холодное время года. Поэтому с точностью до дня предсказать, конечно, скорость этого процесса сложно. Ну, не факт, что будет приговор в этом году. Я в этом не убежден. Я в этом не убежден. Ну, кстати говоря, вот к быстроте рассмотрения дела в этом суде, ну, у меня лично вопросов нет. Может быть, у кого-то другого есть. Да, а вот все-таки каждый, наверное, такой вот судебный процесс непростой. Это какой-то опыт, какие-то, может быть, выводы. Что-то вам бросалось в глаза? Не знаю, может быть, где-то законодательство неусовершенствованное. Я знаю, что вот эти строительные нормативы тоже по этому поводу очень много копий ломают профессионалы. Да, но с нормативами ситуация какая? Это тоже частично касается скорости процесса. Обвинения, предъявленные в этом деле, с самого начала, с 2015 года, содержали ссылки на советские строительные нормативы, на СНИПы. Это были достаточно пространные цитаты в тексте обвинения на русском языке. На первом же буквально заседании, ну, не на самом первом в процессе, на заседании, где начали оглашать обвинения, возник, собственно говоря, вопрос, как будет соблюдаться требование закона о государственном языке, если часть обвинения написана вообще-то говоря по-русски, если СНИПы, в общем-то, на латышский язык не переведены. И в течение процесса к этому вопросу пришлось вернуться, потому что прокуроры пытались приобщить к материалам дела текст этих строительных стандартов, приложив к ним только выборочный перевод на латышский. Ну, я не буду утомлять слушателей подробной лекцией на тему, какие стандарты в Латвии действуют, какие не действуют, это вот мы лучше подождем суда и там все это обсудим. Но мне вот непонятно другое. Почему обвинение не могло сделать это заранее? Вот если вы считаете, что вам нужны для поддержания обвинения эти документы, то принесите в 15-м году, 8 декабря 2015 года было начато рассмотрение дела в суде, принесите сразу. Зачем нужно было ждать 4 года? Надеется, что авось прокатит. Ну, или надеется, что авось прокатит, или рассчитывает на то, что у прокуратуры почти всегда прокатывает, потому что складывается такое впечатление, что есть некая установка, гласная или негласная, на спасение позиций прокуратуры в суде. Ну, может быть, это мои домыслы, но это моя точка зрения. Нет, но, может быть, вы имеете в виду вообще? Вообще в целом. В этом деле мне рано о чем-то говорить. Суд ведет процесс достаточно взвешенно, в целом объективно. Таких каких-то претензий к суду у вас пока нет? Вот бывают судебные процессы, когда можно сказать, все в одни ворота, все ходатайства защиты отклоняются, прокурору можно все, в данном процессе все... Да, в данном процессе такого я пока не наблюдаю. Давайте прием звонок, я думаю, что еще один звонок мы успеем принять в этой части. Добрый день, слушаю вас. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Я извиняюсь, а можно быстренько такой вопрос? По поводу этого громкого уголовного дела. Я так полагаю, что все бюджеты, все партии воруют одинаково через строителей. Соответственно, у каждой партии есть своя карманная строительная организация. Соответственно, почему у нас долгий затяжной процесс? Это многие миллионы денег, и их нужно вывести из этой крупной строительной организации. На это уходит примерно 3-4-5 лет. Интересный поворот, конечно, да, я не знаю, насколько можно в таком ракурсе рассматривать этот уголовный процесс, не знаю. Ну, юристы верят только фактам. Это правильно. Соответственно, версия интересная, она имеет право на жизнь, возможно, ее когда-нибудь расследуют в каком-нибудь другом уголовном процессе. На сегодня из того, что я вижу по отделу, я таких прямых подтверждений этой версии пока не нашел. Ну да, сейчас, наверное, рано еще говорить о том, ну да, не будем сейчас, наверное, загадывать вперед. Видите, у нас вообще, как таковая ценность точки зрения и версии несколько обесценилась в обществе. Та тема, с которой мы начали, она тоже отчасти это подкрепляет, потому что в ходе сюжета наряду с какими-то фактами и их оценками теми или иными были высказаны откровенные искаженные какие-то вещи. Могу пояснить, если это сейчас уместно, если мы не отклоняемся от темы. Нет, обязательно поясним, вот такую интригу создадим, небольшая пауза новости рекламы и сразу после перерыва поясним. Не переключайтесь. Отлично. Микс Ньюс. Присяжный адвокат Митрис Качков у нас в студии, вот обещали все-таки начать с того, с чего мы закончили первую часть, продолжить точнее, да, вот с этого и начали. Да, ну, во-первых, что я хочу сказать. Значит, меня крайне разочаровал коллега Эгил Радзинч, который позволил себе в интервью журналистам достаточно безосновательно и грубо связать профессиональную деятельность адвоката с политикой. Я считаю, что политика отдельно, адвокатура отдельно. И коллега был очень неправ, прежде всего, по отношению к обществу, которое поверхностно разбирается в наших вопросах. Его легко дезинформировать и, так сказать, воспользовавшись случаем, запятнать репутацию коллегии без всяких на то оснований. Это первое. Как я уже говорил, собственно, к журналистам, которые делали сюжет, у меня претензий немного, но одна и достаточно серьезная есть. Без ссылки на какие-либо конкретные источники, фактически ссылаясь на каких-то анонимных, неназванных в сюжете адвокатов, журналисты позволили себе утверждать, что общество поддержки адвокатов было создано в 2009 году для того, чтобы мешать совету присяжных адвокатов работать. Это неправда. Это грубая, топорная ложь. Я надеюсь, что автор этой лжи о себе заявит. Если он не заявит, то будем принимать другие меры. Хочу напомнить, что в 2008 и 2009 году как раз активно занимались вопросами смены власти в коллегии совершенно другие люди, совершенно другие коллеги. А общество поддержки адвокатов было создано как раз для того, чтобы совету помочь и поддержать его, потому что мы видели, что совет не со всеми делами справляется. И, наконец, еще что хочу заметить. Это абсолютная неправда, которая заявлена в сюжете, будто министерство и юридическая комиссия Сейма не могли разобраться с тем, кто на самом деле адвокатов представляет. Прекрасно все со всем разобрались. Был целый ряд заседаний юридической комиссии, в которые участвовали представители и совета, и нашего общества. И общество, кстати говоря, подписало сравнительно давно уже при кабинете Лаймдот и Стравьюме меморандум о сотрудничестве между нами, как негосударственной организацией и кабинетом министров. Поэтому вот эту глупость пускать им в эфир не стоило. Нужно было проверять свои источники информации, а не разжигать национальную рознь на основе непроверенных фактов. – Да, вот, может быть, еще другие темы успеем обсудить, они весьма важные. Вот создается такое ощущение, что под разными благовидными предлогами, как часто бывает, но все-таки вот этот объем прав человека, он постепенно вот в Латвии сужается. – К сожалению, это часть глобального тренда. – Да, мы понимаем, да, вот все это под благовидным предлогом. На сей раз нам говорят о том, что надо еще ужесточить законодательство в части борьбы с отмыванием средств. Вроде звучит отмывание средств, добытых преступным путем, очень жестко. На самом деле, как мы знаем, а вы, я думаю, знаете, как адвокат очень хорошо, не всегда вот эти обвинения потом подтверждаются. Но вот этот принцип, который уничтожает в этом данном смысле презумпцию невиновности и говорит о легальной презумпции, это значит, что каждый, кого там соответствующие структуры, институции, как сейчас модно говорит, заподозрят в том, что деньги, добытые, возможно, нечестным путем, они практически все время доказательств лежит вот на подозреваемой. – Не все, не все, конечно. – Вот хотят сделать, что все. Чаще пока не все, но хотят сделать, что все. – Видите, в чем дело? Существуют две противоположные тенденции. Одна тенденция – это попытки государственных структур и структур международных, таких как Европейский Союз, который издает уже с завидной регулярностью директивы по борьбе с отмыванием денег. – Это попытка контролировать все потоки, попытки полностью исключить финансирование терроризма и отмывание незаконно полученных денег. А другая тенденция – это ход вещей. Дело просто в том, что если законодательство пишется по принципам Франца-Кавки, то оно рано или поздно становится абсурдным и перестает работать. Конечно, нужно бороться с отмыванием. И, конечно, для этого иногда нужны очень жесткие меры, но то, что предлагается, зачастую достаточно неадекватно. Например, если говорить об адвокате, то навязывать адвокату тот же объем обязанностей, который существует для банка – это неправильно и это глупо с точки зрения интересов прежде всего государства. Человек не может не прийти в банк. Большая часть расчетов в обязательном порядке осуществляется перечислено. – Сейчас уже практически невозможно. – Абсолютно верно. А вот не прийти к адвокату, в принципе, человек может. Вот ему не понравится, допустим, что мы слишком рьяно выполняем требования, слишком жесткие требования закона. Что он сделает? Он найдет, не знаю, бухгалтера в деревне, который ему все документы сделает. – Да, может и прийти. – Все. И кто в результате окажется в выигрыше? Я думаю, что в проигрыше прежде всего окажется государство. Легальная презумпция – это тоже одна из тем, которая может рано или поздно вызвать непрогнозируемую реакцию. – Да. Еще, может быть, такой важный аспект правовой. Я не хочу ни в коем случае вас толкать в политику, но сейчас уже, наверное, поскольку дело дойдет до суда, это будет такой вот все-таки уже правовой вопрос об отстранении главы столичного самоправления Нилу Ушакова. – Да. – Что здесь больше, на ваш взгляд, политики или юриспруденции? Потому что если быть педантичным, то да, действительно, закон о самоправлении, соответствующая статья, предусматривает процедуру, в соответствии с которой министр среды регионального развития имеет право законно избранного мэра отстранить от должности, и тот потом может защищать в суде. С одной стороны, вроде бы, да, вот закон предусматривает, но с другой стороны, все-таки я понимаю, что это случай особый, когда снимается какой-то клерк, он тоже имеет право естественной защиты, это одна история. А когда все-таки человек, который имеет народный мандат, это другая история. – Я не хочу отбирать хлеб у юристов Рижской думы или у адвокатов господина Ушакова, но скажу так, на мой взгляд, эта проблема и правовая, и политическая. В большей степени, на мой взгляд, политическая. Потому что на сегодня приговором суда какие-либо факты совершения преступлений не установлены. Соответственно, говорить о том, что Ушаков с этим как-то связан, наверное, рано. Меня, как избирателя, господин Ушаков очень разочеларовал всем этим скандалом. Но это уже другой вопрос, и это вопрос, который должны адресовать себе прежде всего оппоненты господина Ушакова. Потому что у нас в государстве создалась печальная, абсурдная ситуация. Не стану говорить, что кто-то конкретно что-то украл. Об этом пусть говорят правоохранительные органы и устанавливает суд. Но в целом государство живет по схеме следующей. Латыши голосуют за своих воров, русские за своих воров. И эта ситуация была создана не в 2009 году, когда Ушакова впервые избрали мэром Риги. Она была создана гораздо раньше. И конца и края этому не видно. Вместо того, чтобы искать способов объединить общество, сделать его сплоченным и процветающим, у нас бесконечно ищут поводы расколоть его и урвать какую-то часть влияния, какую-то часть имущества, электората, чего угодно, чтобы получше устроить свою жизнь, вопреки интересам страны. Да, вы сказали, так, не хочу дальше, может быть, тему развивать, но так, чтобы в воздухе не повисла эта мысль. Вас разочаровал Ушаков чем? Вот этими всеми скандалами или его решением пойти в Европарламент? Потому что, как мы знаем, мнения по этому поводу тоже разделились. Одни были разочарованы как раз не вот этими скандалами, считая, что это как бы провокация оппонентов, а именно тем, что вот он пошел в Европарламент. Другие, вот чем вас разочаровал? Я считал, прежде всего, этими скандалами. В Риге Сатекс мы вы имеете в виду. Да, я, опять же, повторюсь, выводы о чьей-либо виновности были бы преждевременные. Я не могу такие непрофессиональные вещи говорить. Еще где-то сюда не дошло, даже сюда. Абсолютно верно. Но какая-то расслабленность непозволительная во всей этой ситуации просматривается. И, зная, что происходит в стране, наверное, так расслабляться не стоило. Да, понятно. Вот что касается вообще, если мы говорим, вот вы сказали такую важную вещь, что без банка, наверное, человек обойтись не может, жители Латвии, по крайней мере. Но без адвоката многие считают, даже когда у них возникает определенного рода правые проблемы, что могут. Все-таки, по вашему наблюдению, у вас уже большой опыт работы в юриспруденции, в адвокатуре. Все-таки люди стали более сознательны. Они стали понимать, что к адвокату надо идти, если возникают правые проблемы. И то надо идти как к врачу вовремя. Я понимаю, что, может быть, это не повсеместно, но, тем не менее, есть у вас такое ощущение, что люди это осознали? Да, люди в целом стали проявлять гораздо больше интереса к юридической помощи адвоката. Ну, все еще существует и, наверное, никогда не будут искоренены некоторые иллюзии на этот счет. Некоторым людям кажется, что правовая система – это такой Макдональдс. Пришел, заплатил, получил свой бургер. Другим кажется, что адвокат – это кудесник и волшебник, который может за пять минут их проблему решить. А если не может, он плохой адвокат, верни гонорар и так далее. Ну, вот как-то так и живем. Как бывает, что если суд принимает благоприятное решение, это хороший и справедливый суд. А если для тебя оно неблагоприятное, значит, это очень плохой суд. Да, да, безусловно. Есть такое старое адвокатское выражение. Главный враг адвоката – это его клиент. Не всегда так, к счастью. Вот мне, пу-пу-пу, с клиентами везет относительно. Но попадались и попадаются люди разные, и мне, и коллегам. Причем, вредя адвокату, они вредят зачастую сами себе. Вот не обсудил что-то с адвокатом, сказал суде лишнее. Все, результата нет. А вот все-таки, как вам кажется, вот наша правая система, так я это скажу, она идет в направлении, не знаю, ужесточения наказания или нет? Я почему спрашиваю? Потому что такое ощущение, знаете, что шаг вперед, два шага назад. Вот с одной стороны, вот сегодня я читаю, что само МВД предложило декриминализировать употребление наркотиков. Ну, видимо, оставив административное только нарушение. Как жаль, что министр сегодня не сказал об этом с трибуны нашего общего собрания. Потому что он же был у нас, он выступал сегодня. Ну, наверное, он думал, что нас порадуют какие-то другие новости, хотя, бог знает. Вот, и многие могут посчитать, что… Может, он госпоже Яуналксным мог бы сообщить эту радостную новость журналистке? Что такое случилось? С ней. С ней? Нет, ну, дело ведь в чем? Опять же, скажем так, в сюжете, о котором мы говорили вначале, употреблялся такой метод сказать, в кругах адвокатов заявляют то-то, то-то и то-то по поводу общества поддержки адвокатов. А в кругах журналистов заявляют, например, что госпожа Яуналксна когда-то курила траву. Вот, и я вот и подумал, может быть, ее могла бы обрадовать такая новость о декриминализации легких наркотиков. Наконец-то это произойдет. Я не утверждаю, что она это делала. Я вот только ссылаюсь на публикации, которые были по этому вопросу. Может быть, ее бы эта новость порадовала о декриминализации. Так вот, с одной стороны, кажется, что идет какая-то либерализация законодательства, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что ужесточается наказание за какие-то финансовые деяния. Хотя я, опять-таки, не хочу оправдывать тех, кто занимается отмыванием средств. Но все-таки не убийство, по крайней мере. То есть, нет такого ощущения, что вот наших законодателей вот они из крайности в крайность вот их бросают. Вообще-то здесь стоит разделить явления разного порядка. Действительно, иногда векторы развития правовой системы бывают достаточно противоположными, потому что разные партии продвигают разные инициативы, это естественно. Насколько у нас продуманная стратегия развития государства и в каких документах она закреплена, вот это, пожалуй, другой важный вопрос. Я считаю, что первое и основное стратегическое направление нашего развития закреплено в нашей Конституции. Это демократия и права человека. Вот если мы хотя бы этот минимум будем соблюдать последовательно, то уже и будет хорошо. И Конституционный суд, как в приговорах своих, так и с различных трибун неоднократно обращал внимание политиков на то, что нужно разрабатывать нормативные акты более ответственно, с учетом вот этого принципа в первую очередь. Этого иногда не хватает. Да. Может быть, такой последний вопрос, возвращаясь к тому, с чего мы начали. Вот это давление, которое на вас оказывается, хотя вы не политик, как мы знаем, адвокат. Не знаю, может быть, вы передумаете, не поедете на эту конференцию, скажете, а ладно, зачем эта конференция, раз здесь так вот коллеги, некоторые возбудились не на шутку журналисты. Или раз вы твердо решили участвовать в этой конференции, то вы поедете. Прежде всего, это решение принял совет. А совет уже? Совет это решение давно принял. И хотя бы уже ради того, чтобы все недоброжелатели нашей профессии четко знали, что на нас давить нельзя, я это дело доведу до конца. И побываете на это? Ну, почему бы нет? Это нужно, это полезно. Потому что, ну, это же контакты с коллегами, притом не только с российскими. Безусловно. Если вы сказали, что там будет 8 стран представлены. 80 стран, да. И более того, я хочу напомнить, у нас с Россией действует договор о правовой помощи. Он очень устарел. Многие вещи, которые этот договор предусматривает, они плохо работают. Поэтому для того, чтобы адекватно оказывать трансграничную юридическую помощь, вот контакты с коллегами по обе стороны границы абсолютно необходимы. Мы об этом должны думать. Как бы договор не устарел, он тем не менее действует. Конечно. И контакты никуда не исчезли. Экономика диктует свои законы. Ну, и потом мы соседи. Да, безусловно. И география диктует свои законы. Да. Дмитрий Скачков, присяжный адвокат у нас был в студии. И большое спасибо. Спасибо. Спасибо.